МАРГАРИТА НАЗАРОВА Как-то, увидев ее на арене цирка, хозяин Кремля сказал помощникам, вот каких женщин нужно снимать в кино. Одной только фразы хватило для того, чтобы новую картину тут же запустили в производство. Да ты, оказывается, совсем не страшный. Ее слава была поистине безграничной. Искусство бесстрашной укротительницы аплодировали в цирках всего мира. Почему же, покинув манеж, любимица публики на долгие 20 лет заточила себя в стенах однокомнатной квартиры в Нижнем Новгороде? У нее стоял стол и табуретка. Это все, что у нее было, и какая-то посуда. Ни с кем не общалась. Помешалась, у нее тихое было помешательство. И она про себя все время что-то говорила, 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 сама собой. В октябре 2005 года милиция, вызванная обеспокоенными соседями, вскроет квартиру Назаровой и обнаружит на полу в прихожей бездыханное тело 78-летней женщины. Судмедэксперт определит, что смерть наступила три дня назад. Великая укротительница скончалась в полном одиночестве и безвестности. Что же привело звезду цирковой арены к столь трагическому финалу? Ответы стоит поискать в ее биографии, которая полна загадок и белых пятен. Что скрывало Маргарита Назарова от властей и своих многочисленных поклонников? Давайте вместе разгадывать эту загадку. Самостоятельный выход на манеж, никому неизвестной укротительнице тигров Маргариты Назаровой, кажется невероятным везением. Она начинает выступать сразу с большим самостоятельным номером. И в ее полном распоряжении только что закупленная группа тигров. Ни один руководитель госцирка в здравом уме не решился бы на такие траты для дебютантки. Но хищники достаются Назаровой, можно сказать, даром. Дело в том, что их приобретали для съемок только что вышедшего на экраны кинофильма «Укротительница тигров». Когда меня утверждали в «Укротительницу тигров», то там не было такого пункта, что я буду входить в клетку к тиграм. Естественно, сказали, будет дублерша. Этой дублершей и была Маргарита Назарова. Именно она подменяла на арене исполнительницу главной роли Людмилу Касаткину. Меня с ней познакомили. И она на меня произвела впечатление, вообще, когда я ее увидела, изумительно. Она была очень красивая, стройная. И мы почти одного роста, на два сантиметра она выше меня. И вы знаете, я любовалась просто ею, как она работает. Какая женственная. И все у нее так мягко получалось. Вместе с мужем Константином Константиновским начинающая дрессировщица ставит для картины цирковые номера. После выхода фильма газеты пишут не только о художественных достоинствах кинокартины. Отдельно отмечают и успешную работу дрессировщиков. С номером из фильма «Укротительница тигров» Назарова буквально врывается на цирковые арены страны. Вот это ее первая реклама. Самая первая. Год, по-моему, 55-й. В середине 50-х юная «Укротительница» производит настоящий фурор. Если хрупкая девушка может легко подчинить себе свирепых хищников, значит, женщинам все профессии по плечу. Я абсолютно убежден в том, что это мужская профессия. Женщинам приходится очень сильно задвигать свою женскую природу в дальний уголок, потому что для хищников это слабость. Хищники любят, в общем, сильных людей, потому что они сами по себе очень сильные. То есть их природа, не забывайте, заключается в том, чтобы убивать. Маргарита Назарова – первая из женщин, вошла в клетку с тиграми, подчинила их своей воле. Женщины и «Укротительницы» работали на манеже и до Назаровой, но всегда в подражании мужской манере дрессуры. Жесткость, напор, властность. Казалось, по-другому и быть не может. Назарова завоевывает популярность у зрителя вопреки давним цирковым традициям. Маргарита Петровна была первым секс-символом тогдашнего цирка. Она была хороша, она была необыкновенной блондинкой, она позиционировала себя с животными, как будто она играла с мужчинами. Ее вот эти импульсы женские уходили на весь зрительный зал и очаровывали зал. Она была сексапильна, она была хороша в манеже. Никто не вспоминал ее трюков. Что она там делала? Просто говорили «Назарова хороша». Ее номера были совсем не похожи на то, к чему привык зритель. Вместо рискованной схватки человека и зверя – взаимная симпатия. Она очень обаятельная, ямочки. И она представляла, у нас Бугримова была. Она – ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. А у Назаровой это было совсем… Видите, какая она самолапочка. На арене Назарова работает как можно ближе к тиграм. Это создавало иллюзию полного взаимопонимания между ней и хищниками. Но на таком расстоянии укротительница абсолютно беззащитна. Она не видит всего, что происходит на Манеже. В такой ситуации можно попасть при любом контактном трюке в любой момент. Просто в любой момент. И риск всегда оставался риском, когда ты начинаешь доверять животным. Когда ты просто-напросто надеешься на то, что тебя сегодня не сожрут. Как только у него закрадется мысль, что я тоже из плоти и крови, то эта мысль в нем очень быстро разовьется. И он начнет мишень на тебе рисовать потихонечку. И добьется своего. Поэтому где-то рядом обязательно должен находиться человек со стороны контролирующей ситуации. Такой защитой для Маргариты всегда был Константин Константиновский. Ну, конечно, был такой гениальный Костя, который супер. Такого дрессировщика не было, как Костя. Она бы никогда не осилила ту работу творческую в воде и все, если бы не было рядом Кости, понимаете? Интереснейший номер программы выступления Маргариты Назаровой. Пурш, гроза уссурийской тайги, в руках молодой дрессировщицы стал ручным и ласковым. Константин Константиновский. Муж и постановщик всех трюков Назаровой. От знакомства с ним берет отсчет карьеры легендарной укротительницы. Тем удивительней, что истинные обстоятельства и даже время первой встречи супругов долго оставалось загадкой. В многочисленных интервью на пике славы знаменитая укротительница охотно пересказывает артистическую биографию семейного дуэта. Но старательно избегает событий, происходивших в ее жизни до выхода на арену. Что же происходило с Назаровой до начала цирковой карьеры? Какую роль в ее судьбе сыграла встреча с Константиновским? Наверное, было это как запретный плод. Да. Она, в принципе, про себя ничего никогда не рассказывала. Ну вот, про эти годы там. В газетных интервью Маргарита годом их знакомства называет 52-е. Местом – рижский цирк на сцене. Но вот первая совместная фотография. Будущие супруги в нижнем ряду. Константин в центре, Маргарита справа. Только это не Рига и не 52-й год. Это латвийский Даугавпилс. Начало 47-го. И на фото – труппа местного театра. Костя был директором и успел сыграть роль этого, Платона Кречета. И они оба, и Маргарита, и Костя попали на общую фотографию. Вот это вот весь коллектив снят, да? Это 47-й. Вот Маргарита, это Женя Пузи, а это Костя Константиновский. Ольга Корнилова уже много лет собирает свидетельства, связанные с историей Даугавпилского театра. В архивах ей удалось отыскать документы, переворачивающие прежние представления о биографиях Назаровой и Константиновского. И только когда я начала работать конкретно над документами театра, вот там я узнала их историю. Но они скрывали каким-то образом, наверное, свои отношения в театре. В мае 47-го года готовится очередная премьера. Список задействованных в спектакле актеров подписан директором театра Константиновским. В нем значится и Рита Назарова. Костя, пользуясь тем, что он директор, он ее засовывал везде и всюду. Он настолько был в нее влюблен, где только можно было ее приткнуть куда-то, на какую-то там ролишку. Он ее сюда дал. Назарова жена Иванова, это ее роль такая называется, да, премьера 12 мая 47-го года. А 15 мая был подписан приказ о ее увольнении. Приказ об увольнении Назаровой визируется новым руководством театра, так сказать, вдогонку. Не дождавшись премьеры, она вместе с Константиновским загадочным образом исчезает из города. Были, 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 и вдруг, говорит, надо выходить, спектакль надо доставить, а его нет. Ходили разговоры, что они сбежали в цирковое училище. Все эти события происходят в 47-м году. А Назарова всегда утверждала, будто с Константиновским они познакомились в 52-м, в Риге. Зачем же она на несколько лет позже сдвигает время и место встречи с будущим мужем? Как будто старательно вычеркивает из своей жизни все, что связано с Доугавпилсом. И делает это так умело, что даже бывшие сослуживцы по театру долгие годы никак не связывали имя уже известной укротительницы с той самой Ритой из Массовки. Потом, говорит, лет 10, наверное, прошло, и мы увидели их в кинофильме. И, говорит, весь театр сбежался смотреть этот кинофильм. Ой, Маргарита, наша Маргарита, и наш Костя, и все. В роли Марианны снималась укротительница тигров Маргарита Назарова. Режиссер-трессировщик Константин Константинов. После дебюта в полосатом рейсе Маргарита Назарова в одночасье становится звездой советского кино. А ее имя на афишах собирает тысячи зрителей по всему миру. И, казалось, никого уже не интересуют подробности биографии всеобщей любимицы. Но однажды на гастролях в Италии Назарова позволяет себе непростительную для советской гражданки дерзость. А тем временам в это и поверить невозможно. Народная артистка РСФСР на несколько дней пропадает из гостиницы с неизвестным иностранцем. Она встретила человека в два дня. Ее не было на спектаклях. Отец был вынужден работать в Италии. И после Италии, когда приехали, мама с папой еще и поругались. Вот. Жили в разных номерах в гостинице. Советские власти вольности из-за границы не прощали. После гастролей Назарова вызывают в КГБ. Серьезных последствий удается избежать. Но с этого момента в характере знаменитой укротительницы происходит какой-то надлом. Будто оборвалась давно и накрепко заведенная пружина. Она поняла, что она как бы на крючке, что за ней смотрят и все. Но она после этого продолжала работать. Ей никто не преследовал, ей никто. Но в ней этот страх, эта фобия развивалась. Что же так напугало отважную дрессировщицу? Какие секреты она скрывала? И чем грозило их раскрытие? Всю жизнь вокруг Маргариты вьются смутные слухи. Будто бы в войну русская девушка танцевала для немецких офицеров в кабаре Гамбурга. Правда, никто толком не знает, как она там оказалась. А те, с кем Назарова когда-то делилась подробностями своей истории, до сих пор избегают разговоров на эту тему. Я много слышала, но очень много знаю, но об этом говорить не буду. В позднем интервью, уже в пожилом возрасте, Назарова рассказывала, что на работе в Германию ее угнали из Павловска, это Ленинградская область. При стремительном наступлении немецких войск всех жителей города, в том числе и семью Маргариты, экстренно в один день эвакуируют. Но 15-летняя девушка в это время оказалась в соседней деревне, где выменивала вещи на продукты. Там попадает в плен, потом поездом в Гамбург в услужение богатому немцу. Хозяин, заметив таланты домработницы, рекомендует ее танцовщицей в кабаре. Эта версия в изложении самой Назаровой попадает во все биографические очерки. Но, похоже, Маргарита Петровна что-то недоговаривала. Маргарита Петровна тщательно скрывала свое прошлое. Его скрывали многие, ее ровесники, ее поколения. У разных были какие-то по-сегодняшнему смешные вещи, а тогда это считалось грехами. Прояснить ситуацию нам удалось в том же даугавпилсе. Это Мария и Евгения Чуркова, в прошлом цирковые эквилибристы. Выступали в одной труппе со знаменитой укротительницей. Они, к тому же, земляки. Так вот, они утверждают, что семья Назаровых оказалась в городе еще до войны. Она здесь жива, она всюду. Она родина ее. Выходит, не было никакого плена под Павловском. И в Германию 15-летняя Маргарита попадает из оккупированной Прибалтики. Разница по тем временам очень существенная. Угоняют ли юную Назарубу в неволю? Или, возможно, она сама бежит в Германию от ужасов, захваченного фашистами города? Я тоже должен сгореть в огне, в этой смертве. Нас немцы тоже забрали. Мы уже подготовили, загоняли уже в церковь, эту молену, старебрячечку. Прямо что, конечно, стояли пулеметы. Уже начали люди прощаться. Там, знаете, какая война. Там не разбирались особенно. Они не церемонились. Кого сразу расстреливали. Смотрите самое. Здесь 100 тысяч у нас лежит. После войны история Назаровой должна была пройти тщательную проверку органами. Пять лет на вражеской территории. Работа в кабаре для немецких офицеров. Это клеймо на всю жизнь. Одна строчка в анкете способна напрочь разрушить все планы на будущее. Но Маргариту эта незавидная участь минует. У нее впереди блистательная карьера, заграничные гастроли, титулы и звания. Побег из Дауга в Пилсе помогает уйти от проверки и скрыть сомнительные эпизоды биографии. Из города она исчезает вместе с Константиновским. Что это было? Служебный роман или завязка лихо закрученного детектива? И какую роль играл в этом сюжете сам Константиновский, директор театра и офицер госбезопасности? Он служил во время войны в специальных войсках. И то, что он с этим пришел, я могу, потому что это факт, он его никогда не скрывал. Служил ли, был ли он осведомителем, как-то работал на эту организацию, мне неизвестно. Константин Константиновский. Сведения о нем отрывочны и противоречивы. В 30-х годах воспитанник колонии для малолетних правонарушителей заканчивает животноводческий техникум, потом поступает на курсы ОГПУ. Служит оперполномоченным, получает звание лейтенанту госбезопасности. Позже оказывается на Дальнем Востоке, где руководит службой кинологов пограничного округа. Участвует в боях с Японией на Холхенголе, за что его награждают орденом Красной Звезды. В Великую Отечественную дрессирует собак-подрывников, уничтожавших немецкие танки. В конце войны он уже майор госбезопасности. Он рассказывал, как они заводили танк, чтобы танк рычал, чтобы собаки не боялись. Подкармливали под танком, все это было. А вот когда собака прибежала рядом, у нее танк рядом тоже рычал. Вот она и взлетела, любимая его последняя собака. По недогляду дрессировщика, во время одной из тренировок собака подрывает советский танк. Гибнут люди, в том числе куратор от генштаба. Константиновского отправляют в штрафбат. Но вскоре возвращает регулярные части и восстанавливает в звании. В 1947 году судьбы Назарова и Константиновского пересекаются в Далговпилсе. Она начинающая актриса из массовки, он директор периферийного театра в чине майора госбезопасности. Не странно ли, что делать майору в провинциальном театре, если, конечно, работа в театре не была прикрытием? После войны органы приложили немало усилий для выявления агентурной сети на бывших оккупированных территориях. Как выясняется, был у них интерес и к актерам театра в Далговпилсе. Об этом тоже никто не знал очень долгое время, что в 1942 году здесь работал театр. Но они не в этом здании, а они работали в ДАИ. Всю войну они там выступали, они там проводили свои спектакли и дали очень много спектаклей. Если Константиновский подробно изучал жизнь труппы в оккупации, то, конечно, узнал и настоящую биографию Риты. Понимал, что ее ждет. Дело могло кончиться и лагерями. Мог ли допустить это влюбленный майор госбезопасности? Представляете, эта двухметровая вышка Константиновский, да? Он же огромнейший, высокий парень был. И вот он в нее настолько был влюбленный, он ее готов был просто на руках носить. Побег из Далговпилса кажется единственным выходом из опасной ситуации. И, как выясняется, неожиданным он был только для коллег по театру. Это подтверждает еще один документ, найденный в архивах. И в приказах я нашла потом, когда я еще раз уже проходила по приказам, уже досконально, буквально, каждую бумажку рассматривала, вот там есть сообщение, что снять с него виновность, потому что он, оказывается, вот на излечении находится. У него травма. То ли волк, то ли собака порвала ему руку. На первый взгляд формулировка распоряжения из Москвы кажется странной. Самовольно покинувшего пост директора театра, а это дело подсудное, оправдывают травмой от собачьих укусов. Мне это напоминает какой-то бред. Но все встает на свои места, если вспомнить, что Константиновский начинал свою службу в НКВД кинологом. После Даугавпилса его следы обнаруживаются на Украине. Через год после исчезновения из Даугавпилса, в 1948-м, Константиновский награждается орденом боевого красного знамени. Так отмечена разработанная дрессировщиком методика обнаружения подземных схронов бандеровцев с помощью бродячих собак. Выпущенная в лес стаи инстинктивно собиралась возле укрытий. Животные чувствовали присутствие людей и таким образом выдавали их местонахождение. Где была Маргарита Назарова, пока Константин совершал свои подвиги, неизвестно. Скорее всего, Константиновский ее где-то прятал. Конечно, Костя ее очень любил, они любили друг друга. А там что было, не знаю. В начале 50-х годов Константиновский и Назарова начинают жизнь с чистого листа. Вместе готовят животных для фильма «Случай в тайге». Потом будет «Укротительница тигра». Картина, с которой придет всемирная слава дрессировщице. А рядом ее незаменимый помощник. В это же время Маргарита и Константин официально становятся мужем и женой. Она всегда была с мужем. Они приходили вместе, уходили вместе. На виду это была красивая очень пара, которые, безусловно, завидовали. Однако их супружеская жизнь не всегда была гладкой и безмятежной. И даже громкий успех полосатого рейса вдруг обернулся раздором. Костя немножко жаловался, что она немножко изменилась. Нос задирать она стала, когда она в этих фильмах снялась. Кинозвезда стала. Отгромный славана! Уязвленный Константиновский даже уходит из семьи и придумывает свой аттракцион. Но работает в нем недолго. Без Маргариты нет прежнего успеха. И он возвращается в семью. Снова готовит очередную программу для супруги. Папа всегда говорил, что Константиновский не был артистичным человеком. То есть, как человек, который ходит по манежу, за которым наблюдает, он был не самым лучшим артистом. Поэтому Маргарита Назарова, она была лицом аттракциона. А Константиновский, он был просто-напросто его, наверное, душой, телом. Так Маргарита Назарова с помощью мужа вырастает в звезду мировой арены. Ее заграничные выступления приносят государству немалые доходы. Есть и политическая выгода. Успехи советских артистов и спортсменов за рубежом – это наглядное доказательство преимуществ социалистического строя. Мы приезжали в такую, как Южную Америку впервые, а за нами эскорт шел, сотни молодежи с флагами и кричали «Вива Руссо! Вива Руссо!» и по сто тысяч стадионы мы набивали. Но, возможно, у властей были и другие виды на знаменитую цирковую пару. Иначе, как объяснить легкость, с которой органы простили укротительницы грехи итальянских гастролей? Тем более, что среди цирковых сразу пошел слух о таинственном иностранце. Дескать, это тот самый хозяин из Гамбурга, к которому она попала в годы войны. Вроде, как Маргарита долгие годы оставалась его симпатией. И что-то он ей предлагал теперь. То ли деньги, то ли светлое будущее. Я говорю, слушай, там весь мир говорит, что ты бросаешь, хочешь кинозвездой стать. Она мне сказала, Маргарита, Эна, ничего серьезного не было. Просто, ну, он был увлечен ей. Ну, нафига он мне нужен? Нафига попудробына? Как бы там ни было, но эти заграничные шалости грозили советской артистке большими неприятностями. Думая, что прошлое позади, спустя годы звезда цирка с легкостью встречается с давним поклонником иностранца. И только вызов КГБ выводит ее из равновесия, заставляет серьезно занервничать. У нее развивалась мания, что кто-то ее преследует в коллективе, что кто-то ей строит козни. Она говорила об этом на собрании, хлопала дверь и уходила. У нее, ее напугали. Ей было страшно. И вот у нее появился страх преследования коллег, товарищей, спецслужб. Чем же была так раздосадована Назарова после разговора в КГБ? Откуда эта нарастающая подозрительность? Зарвавшуюся по советским меркам звезду, конечно, надо было угомонить. Но только ли напоминанием о прошлом, скрытом от органов? Возможно, тогда знаменитая укоротительница кое-что узнала новое и о муже. Например, то, что в 52-м году майор Константиновский появился в госцирке не случайно, а был направлен туда Министерством госбезопасности. Ну, не знаю. Сейчас попробуем еще раз. Последний, давай. Как раз с этих лет и начинается их совместная с Константиновским работа. А потом и взлет карьеры Назаровой. Она имела такую славу, которая никому не снилась во сне даже королям. Понимаете, когда сто тысяч гремит, и каждый смотрит тебе, что ты королева, богиня и все. Мировая слава. Внимание зарубежных импрессариев. Но, может быть, все это не только дань безусловным талантам укоротительницы. Теперь вся ее биография кажется операцией с дальним прицелом. Майор госбезопасности Константиновский побегом из Далга в Пилса помогают девушке стереть сомнительное прошлое, которое не должно помешать будущей карьере. Он, талантливый дрессировщик, лепит потом из дебютанки международную знаменитость. Ассистент звезды мировой арены. Это, возможно, удобное прикрытие для исполнения тайных заданий спецслужб за рубежом. Ветераны цирка еще помнят то время, когда график гастролей зависел от планов КГБ. Ну, там и ранку ведь, и нужно было программу для того, чтобы помочь еще нашему государству. Потому что в Кувейте стояли огромное количество танкеров, которые грузили нефть для нашего государства. Нужно было масштабы это увидеть. И с нами всегда ездил из госбезопасности, но он якобы наш просто администратор с нами. Константин Константиновский и Маргарита Назарова. Вся их жизнь словно клетка на двоих. Опасная и непредсказуемая. Но вскоре Маргарита Назарова остается в этой клетке одна. Мне было 10 лет. Я пришел со школы, получил четверку, был радостный. А когда пришел, смотрю, мама плачет. И она мне сказала, что папы нет больше. Константиновскому было всего 49 лет. Но давняя фронтовая контузия и цирковые увечья намного сократили жизнь дрессировщиков. Репетировал Костя. Пустяк. Пружки с тумба на тумбу. Это у нас считается пустяком. И вот третий, прыгая, вырывает у него кнут, шамбарьер. С претеной из ремешков. И он повернулся, буквально сказать, шамбарьер. И следующий прыгает ему вот сюда. И не зубами, а когтями вот так сдирает куртку вместе с кожей. Море крови. Он теряет сознание. С каждым годом все нестерпимее становятся головные боли. Врачи диагностируют рак мозга и предупреждают. Операция безнадежна. Даже смертельно опасна. Но супруги на нее соглашаются. Рискуют, как всегда рисковали на арене. Маргарита даже не прерывает гастроли. И успевает только на похороны бужа. Не отпускали те самые аншлаги, которых они вместе так добивались всю жизнь. Смерть отца, это был сильный удар, и на нем не чувствовала боль. А она просто курила и могла тушить сигареты здесь, в этих местах. И все время говорила мне, Леша, слышишь, папа, говорит. Вот. Это было очень тяжело. Мне было 10 лет. Тогда все это и... Вынуждены были в психиатрическую больницу положить. После выхода из больницы Назарова возвращается на арену. Репетиционной базой она выбирает цирк в Нижнем Новгороде. Там же получают трехкомнатную квартиру. Вот на этом манеже, вот который сейчас вот, вот тут вода, вот на этом манеже Назарова репетировала 3 года ночных репетиций. 12 с начала, в 7 утра заканчивали. Работали ежедневно. В понедельник, выходной. Днем артисты репетируют. Вечернее представление идет. Значит, естественно, когда мы могли бы репетировать? Только ночные репетиции. Только ночью. Но без Константиновского карьера Назаровой начинает быстро угасать. Укротительница теряет былую уверенность. Она по-прежнему работает в опасной близости от хищников. Но теперь боится их взгляда. А это в среде дрессировщиков дурной знак. Она потеряла кураж. Знаете, кураж – это великое дело. Человек раз попадает в такую ситуацию, у него уже нет куража. А если вы идете в клетки, и у вас там где-то мандраж, собачка чувствует. У меня было 50 собак. Если собака чувствует, что ты там ее боишься, она кинется на вас. Это необъяснимо. Это биотоки. У нее больше нет поддержки ни в жизни, ни на арене. На гастролях в Казани тигры атакуют свою хозяйку прямо во время выступления. А привычного защитника, мужа, рядом уже не было. Маргарита потеряла контроль. И при нахождении большого количества животных в клетке, ей справиться одной было практически невозможно. И все она решила в один прекрасный день, когда у нее замкнуло качели в Казани. Ну, все, страх, все, закончилось, все, вышла, сказала, я больше работать не буду. До свидания, все. У нее квартира была здесь. Она приехала сюда, привезла свои все, ну, какой у нее скарб был, все, и на том закончилось. Стареющая Назарова избегает даже случайных встреч с соседями. Отключает телефон. После смерти мужа для нее словно рухнул весь мир. Без ангела-хранителя, оберегавшего на манеже и за его границами, некогда великая укротительница оказалась беспомощной. Женщиной, которая осталась одна. А я директора встретил, директора цирка Нижегородского. Я говорю, она должна меня помнить. Каким-то образом они пришли и сказали, вот Кобзон, она говорит, не знаю никакого Кобзона. Что он хочет? Открыла она дверь, впустила, и они пришли в дикий ужас. У нее стоял стол на кухне и табуретка. Это все, что у нее было и какая-то посуда. Приятная, симпатичная женщина, но больная. Наброшенный человек. И потом не стала выходить, и мы забеспокоили. Вскрыли, она лежит. В прихожей. Ее тело обнаруживают только на третий день после смерти. Странное поведение Назаровой породило самые невероятные слухи. Говорили, например, будто доживающая свой век звезда прячет дома накопленные богатства. И, возможно, ее гибель была как-то связана с охотниками за бриллиантами. Однако, следствие подтвердило естественную смерть. А в бедной квартире не нашли никаких следов ограбления. Она скромно жила. То есть, я всегда ей там оставлял в определенном месте деньги. И даже, когда уже умерла, это когда я приехал туда на похороны, там, это все. И то, что я привозил, это доллары, это франки привозил. Вот. Как они лежали, так и лежали. После похорон квартиру освобождают для новых жильцов. Выносят на улицу весь скарб. Соседей поразила не только бедность обстановки. Спрятавшись за четырьмя стенами, Назарова словно остановила для себя время. И не годы всемирной славы, а те, в которые для нее все только начиналось. В комнате у нее было все как в 50-е годы. когда выбрасывали вот этот самый сервант пухонный, вот такой выдвижной, все старенькое. фотографии, все ее сувениры, все пропали, все пропало, кроме фотографий, которые никому не нужны были, и ее письма. Они в чемоданах лежали, там была маленькая комнатка, ну, там вот это все было забито, вот то, что мы вывезли, откуда у нее. Великая Укротительница уходила из жизни задолго до смерти. В уединении от постороннего мира, убрав из нее все, что мешало воспоминаниям молодости, когда она могла повелевать не только тиграми на арене, но и собственной судьбой. Упокоилась бывшая властительница мировых арен на скромном Нижегородском кладбище, и ее могила в стороне от центральных аллей. Здесь вот она, и взяли с ее жизненной фотографии. Это на репетиции она в этом костюме была. И вот тигрица это юлка. А что такое слава? Это просто работа, любимая, и все. Маргарите Назаровой будущее слава, казалось, была написана на роду. Она даже родилась в год огненного тигра по восточному календарю. Гороскоп предсказывал ей жизнь полную самостоятельности и нетерпимости к помехам. Но утаил в какой драматический узел переплетутся любовь и талант на фоне выпавшей ей эпохи. И какую цену придется заплатить за подарки судьбы. Великая укоротительница, повелительница хищников сама окажется затворницей в клетке и не захочет из нее выходить. в клетке и не захочет подчеркнуть в клетке в клетке и не захочет